После моей очередной критики о том, что не стоит выпрашивать по копейке у своих зрителей, меня в очередной раз спросили, а что же делать бедным блогерам? Я отвечу, блогерам нужно зарабатывать на рекламе или, например, помогать хорошим людям делать свой бизнес в интернете. Например, вот сейчас я расскажу вам о блоге реального практикующего маркетолога Михаила Фадеева. Не пугайтесь такой физиономии, это его визитная карточка для того, чтобы вы его точно не забыли. Он основатель агентства БЕС Марины Рожковой и со-основатель Тошинского Треста. В его блоге реальные кейсы по продвижению товаров и брендов в интернете. Он дает цифры, факты, реальные примеры, например, как утроить оборот продаж с программного обеспечения или продать контейнер китайских наушников с расходами на рекламу 500 рублей с аппарата. Еще Фадеев активно разоблачает всевозможных жуликов и мошенников, то, что лично мне очень импонирует. Он говорит честно, жестко и прямо, без воды и пафоса, приблизительно то же, что пытаюсь делать я. Его нужно читать тем, кто сам занимается рекламой и маркетингом, а также тем, кто занимается бизнесом и не хочет попасться на обман. Итак, ссылка в описании. Вот подобными вещами должны заниматься блогеры, продвигать умных и активных и как можно меньше стоять с протянутой рукой. Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, уважаемый премьер-министр Российской Федерации Медведев Дмитрий Анатольевич, директор Федеральной службы войск Национальной Гвардии Золотов Виктор Васильевич и министр МВД Колокольцев Владимир Александрович, к вам обращаются пенсионеры Росгвардии с просьбой решить нашу проблему. В 2010 году нам, как сотрудникам Московского ОМОН, выделили жилье в новом построенном доме на территории городка ОМОН. С нами были заключены договоры найма жилых помещений. Заселили нас вместе с семьями. Однако при увольнении на пенсию мы вместо слов благодарности за службу получили уведомление о выселении из нежилых помещений. Оказалось, что в течение 9 лет наши семьи вместе с нашими малолетними детьми проживают в нежилых помещениях. Договора, заключенные с нами Главным управлением МВД по городу Москве в 2010 году, оказались липовыми. Регистрации по месту пребывания, которые нам выдавались ежегодно, являлись нелегитимными. Однако в квитанциях об оплате коммунальных услуг, где мы проживаем в помещениях, значатся как «жилые». Так, то есть получается, что если, чтобы получать у нас деньги, помещения становятся жилыми. А чтобы оставить нас для проживания до получения недовременной выплаты на жилье, эти помещения становятся нежилыми. Мы неоднократно уже обращались и в администрацию президента, и в Государственную Думу, и в Совет Федерации, и в Генеральную прокуратуру, и в Главную прокуратуру, в Федеральную службу войск Национальной гвардии. Однако, к сожалению, мы получали только отписки. Почему мы, находясь на службе у государства, выполняя служебно-боевые задачи, в том числе в горячих точках, на Манежной, на Болотных площадях, во время проведения чемпионатов мира по футболу, Олимпийских игр и Кубка конфедераций, и во время других общественно-политических и спортивных мероприятий, Мы ежедневно проходили службу на улицах города, но в результате сами оказались по выходе на пенсию вне закона. Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами? Мы оказались незащищенными со стороны государства, которое охраняли на протяжении многих лет, не считаясь при этом с личным временем и здоровьем. Многие из нас ушли на пенсию по состоянию здоровья, в том числе и по военным травмам. В настоящее время нам с семьями жить, и жить просто негде. Нас выгоняют на улицу. Уважаемый президент, просим вас не допустить со стороны руководства такого свинского отношения к нашим и нашим детям. Выбрасывай нас просто на улицу. Ну вот, друзья, как интересно, не правда ли, мы защищали на Манежной и Балутной, а сейчас оказались вне закона. Мы оказались бомжами, незащищенными со стороны государства, которое охраняли на протяжении многих лет, не считаясь личным временем и состоянием здоровья. Какая же прелесть? Это те самые, которые скручивали и скручивают тех, кто пытается изменить государство и сделать так, чтобы в этой стране вот таких беспредельных вещей больше не было. А они это государство защищали и даже напоминают там, на Манежной, на Балутной, где как раз-таки люди выходили не за какие-то домики с уточками протестовать, а конкретно за свободу, за свободу выбора, за сменяемость власти. Ведь уже тогда на Балутной пытались сказать, что Путин должен уйти. Это было очень много лет тому назад. Если бы вот эти ребята тогда, в тот момент, присоединились к протестующим, то кто их знает, может бы сейчас уже жили бы в другой стране. А теперь они, как несчастные щенки, поджавшие хвосты, обращаются к своему сарю-батюшке, бьют ему челобитную, перечисляя, к какому количеству организаций они обратились, и все тщетно, у них оказывается малые дети, а их теперь выселяют. Ах, какая же несправедливость! А вот еще забавный вопрос задает Альфред Кох. Интересно, а если провести несанкционированный митинг в поддержку выселяемых ОМОНовцев, ОМОНовцы будут его разгонять? Вспомнились кадры видео, как акула со вспоротым животом носилась со своими кишками и глотала их же, как говорится, музыкой на вилла. Вот уж действительно, акула в виде путинского режима носится уже со вспоротым животом и в попыхах пожирает своих детей. Можно сказать, на святое покусились, на ОМОН. А это, ребята, не шуточки. Если вот эти заропщут, ну тогда совсем дела плохи у путинской банды.